Субтитры делал DimaTorzok Такс... Ещё по одной и к жене. Ёбень мать, блядь! Ещё и не туда пошёл! Блядь, мне ещё надо... Как-то, блядь, найти-то место? О, опять Морган Фриман! Ты колебал ты! Не буду я брать твои задания, у меня их так много. За пределами съёмки я, блядь, ещё взял задание, когда выполнил одно. Поэтому, опять ты пришёл и не в попад. Ну, мне кажется, меня преследуют. Тут NPC не пропадают, не просто следом идут у тобой, блядь. Даже в Скайриме такого нет. Эх, Скайримчик. Ладно. Бедняжка. Надеюсь, она найдёт, что искала. Мистер Рот, как поживаете? Мы с вами не виделись со... Не на Кубе. Я слышал, ты в порядке. Жалко Альда. Он был хорошим парнем. Спасибо. Он был хорошим боссом. Друзья говорят, ты хороший босс. Даже очень хороший. Который знает, как делать дело. Ведёт в бой. Знает, как уничтожить целую семью. Это Кармина Розату. Я имею в виду Гранадас. Мерзавцы. И особенно Рика их босс. У него есть связи в городе. И он возомнил себя большой шишкой. Он не уважает правила ведения бизнеса. И почему вы их не прижмёте? Потому что они похитили одного из моих людей. Доминик, у меня связаны руки. Они следят за мной, но не следят за тобой. Спаси его, Доминик. И я смогу убедиться, что тебе сказали правду. И что я б тебе не ошибся. Блять, пиздец. Эти похитители не знают, с кем связались. Что вам известно о похитителях? Это профессионалы. Ребята серьёзные. Своё дело знают. Мой человек нужен мне живым. Фредо мне кое-что рассказал о Гранадас. Но мне кажется, далеко не всё. Это новый клан. Рико, их босс, начинал с недвижимости. Строил дома на болотах. Потом понял, что если приходишь на переговоры с охраной, это способствует заключению сделок. Охранники стали бандитами и готовы дело. Они хотели сотрудничать с нами на Кубе. Но теперь... А вы говорили с Майклом? Он помог бы разобраться с Гранадас. Да, но мы уважаем друг друга. И мне неловко просить уважаемого человека, чтобы он очистил мой двор от навоза. Ага. Но почему я? Ведь у вас такие связи. В моём возрасте связи ничего не значит. Я заплатил бы 4 миллиона за то, чтобы помочиться без боли. Для меня важны две вещи. Моё здоровье и моё доверие. Я хочу знать, есть ли у меня люди, которым я могу доверять. Ой, сука. Это профессионалы. Ребята серьёзные. Своё дело знают. Мой человек нужен мне живым. Говно. На тебе подзатыльника, блядь. Вот кто не играл, тот, наверное, блядь, просто не знает. Какое-то говно потом окажется. Спойлер, блядь. Говно. Убыть его можно будет потом. За то, что он жил. Та-па. Если граната сберут заложников, они серьёзно настроены. Я не хочу рисковать. Как только увидишь этих типов, мочи их. Так, короче, отправляемся туда. Ищем его. Тише. Убить нас всех хочешь? Возможно, ещё... Блядь, машина так изменяется. Убить хочешь? Ну, в то время, видимо, появится. По такой скорости. Короче, ладно, суть не в этом. Суть в том, что... Нормально так подлетел. Заебись. Ставлю лайк. Как говорит молодежь. О, точно, я забыл. Я же ведь закончил запись, когда в Нью-Йорке был. Типа, и там просто ходил миссии выполнял левое. И я хотел в конце банк грабануть. И с этой большой суммой потом прокачать своих ребят. Так как у меня... Я подозревал, скорее всего, не сработает тип-код. Ну, блядь. Так. Короче, суть не в этом. Суть в том, что, короче... Сейчас я выполню задание. Наверняка ещё смогу захватить кого-то. Захватить территорию. Бензин был такой. Видишь бы там не было сисик и писик. Ну, писик здесь нет, а вот сиски точно есть. Вообще в этой игре. Не хочу я. Ладно. Это вообще хуйня. Вопрос. О! Горота! Нормально. Доминик, я с тобой. Я прикрою. Никто не идёт против семьи. Мы не одни. Мы завязаем за тебя. Нет, не надо. Не надо. Он вооружён. Окей. Ай, стояй. Я там, там деньги везю. О! 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 С глушителем. Прикольно. Можно тихо это. Кокоть всё. Ты сука. Очнись. Очнись. Я сказал. Нормально. Да, две цифры ему ёбаные. Он получил по заслуге. Ты в порядке? Да. Он тебя был плоским. Эти парни угрожали закатать меня в бетон, чтобы отправить Роту послание. Так не пойдёт. Они пронюхали, что я собираю данные об их бизнесе. Ребята завозят автоматы во Флориду. Лучшие модели. С ними весь город будет у тебя в руках. Спасибо за помощь, друг. Я этого не забуду. Вот почему не мог захватить Хаймана Роту. Принадлежат эти территории. Это его монополия. Пока мы с ним воевать официально не начнем. Стоит сообщить мистеру Роту, что его человек жив. Поэтому мне нельзя, короче, его территорию захватывать. Иначе будет какой-то... Уитака это будет. По сюжету. О, нормально. Так, короче, ебошим сюда. Это моя территория. Здесь у нас будет вас... Блядь. Не пройти. Есть как-то возможность позвонить просто челу? Да, блядь, я хочу пройти. И не перелезешь, блядь, никак. Я ебал, блядь, это казино, ёпту мань. Это мань. Нахуй. Это, блядь, моя территория. Почему у меня здесь... Парень, ты когда-нибудь боишься? Здесь, сука, есть проход вниз? Мне телефон нужен. Я знаю, что на моей территории есть телефон. Дайте мне позвонить, блядь. Ублюдки, дайте позвонить. Ублюдки, дайте позвонить. Два раза в него выстрелили в голову. Ну, один раз. Рядом с моим домом есть местечко. Давай встретимся там. Хочу тебе кое-что передать. Мы встречаемся с мистером Ротом. Что это за миллионер? Так, берем такси. Только сами. И езжаем. Нам понадобятся люди, Доминик. Знаю. Надо нанять кого-нибудь. Семье нужна свежая кровь. Это намек, что мне уже пора? Нет, еще рано. Мне кажется, вообще надо это... Мне кажется, все надо людей, короче, нанимать. Всех сразу. Ваш доход не составляет. Нужно уволить 60 человек. Идите нахер. Мы сейчас поднимемся и нормально будет. А! Ай! Ты не хотел. Ты не хотел. Ты кровавая такси. Привет. Что ты думаешь? И о чем же? Что? Тогда ладно. Не хочу портить сюрприз. Поговори с мистером Ротом. Поговори с мистером Ротом. Ага. Бруталы заходят вот так. Не, подожди. Это не брутал? Ну ладно. Ваш человек жив, мистер Рот. Правда, его слегка поцарапали. Бывало и хуже, поверь мне. В знак моей благодарности прими этот дом. Это было мое конспиративное логово во времена сухого закона. Спасибо. Большое спасибо. Что, еще в то время стало быть историческое место? Может быть, в подвале до сих пор можно найти бочонки Рома. Но, Доминик, я хотел поговорить совсем не о доме. Я хотел рассказать тебе о других вещах. Ты, как никто, должен знать, что семье нужен капо. Выбери одного из своих проверенных ребят и назначь его капо-режима. Власть сделает его сильнее. Он научится управлять людьми. Это важно, Доминик. Потому что Гранадос и Тони Розата попытаются тебя достать. И ты должен быть к этому готов. Когда повышаешь человека, сразу ищи ему замену. В семье не должно быть бреши. Ну, наконец-то. Теперь, короче, мы повышаем до уров... Ну, можем повышать. Я думаю, что подойдет Медик. А, еще же можно ему назначить дополнительную. Во! Пускай, короче, он будет Громилой. Это поможет мне, короче, сбить стены, двери. Ну, то есть, короче, ломать все то, что ломается. У него будет три. Если мы сделаем младшим боссом, у него сразу будет три каких-нибудь. Жалко, сразу два капа сделать нельзя, ладно. У нас есть Медик и Громила одновременно. Есть взрывник, есть Медвежатник. То есть, нужно что-то умеет делать... А, или поджоги, или электричество, короче, херач. Все. Больше нам это не нужно. У нового капа хороший подход. Проблем с деньгами у нас не будет. А тут неплохо, а? Я предпочел бы свой номер в отеле, но, как говорится, нищие не выбирают. Только представь себе, Фредо. Если я изведу Гранадас, то отхвачу такие деньги? Это все равно, что ограбить Форт Нокс. Гранадас не разбегутся, если ты крикнешь им бу. Надо заручиться поддержкой влиятельных лиц. Например, у тебя есть знакомые торговцы оружием. Или кто-то из копов случайно не заметит улику. Черт, даже кто-нибудь из ФБР вполне может помочь. Все вокруг говорят, что у Рика Гранадаса обширные связи. У него друзья на самом верху. Что ты знаешь об этом? Да, мэр, начальник полиции, большие начальники из профсоюзов, они все в руках у Рика. Но если ты сделаешь им одолжение, они сделают что-то полезное и для тебя. Так что посети их с дружеским визитом. Нормально. Предложение. Обычным людям это одно. А вот прикормить судью, прокурора или шефа полиции значит иметь влияние. Привлеки профсоюзного босса, и его люди восстановят твой бизнес после взрыва. Кое-кто может вытащить твоих громил из тюрьмы или больницы. Отозвать копов, преследующих тебя. Или даже засадить в тюрьму кого-то из вражеской семьи. Хорошо, что возврат этих услуг можно потребовать в любое время. Полезно иметь друзей в верхах. Я предпочел бы свой номер в отеле, но, как говорится, нищие не выбирают. Покажем недоумкам Гранадас, как в Нью-Йорке делают дела. Ну ты даешь. Тоже мне, генерал Паттон. Смея. О, одно шу... Нет, подожди. А как сделать так, чтобы... Так, ладно. Сейчас мы... Защита! Так, давай. Ты иди туда. Всё. Всё, он сразу из машины испарился. Иди защищай, блядь. Я-яй-яй, бросали бежки. Так, а нам остается чё? Вот идем сюда, короче, и взрываем его нахуй. Я ж правильно еду? Да. Так, надо ехать. А, тут же машины ещё таких этих, блядь, моделей, которые... Гидроусилителя руля, скорее всего, нету. Она вообще здесь непродусмотренная. Поэтому руль поворачивается с крайней тяжестью просто. Ну, я не спец по машинам, скорее всего, это и из-за этого. Надо, короче, сейчас пойти и захерачить их всех. Сейчас, короче, приедем сюда. Здесь у нас дверь надо вышибнуть. Мой кроссовчик всё это сделает сейчас. Кэт, не пора ли взять новичка к нам в команду? Пора, пора. Только заткнись. Давай, вперёд! Я могу здесь пробиться. Пора будиться шесть. Медвежатник, блядь. И сделаю вторым капло. Я такой уставший. Хочу пораньше попасть домой. А того, кто взрывает, я сделаю, блядь, младшим боссом. Чё? Гранадос не похожи на братьев Розата. У них есть организации и связи. В делах с ними нужно продумывать каждый шаг. Пошёл! Пап! Теперь чего? Да вы всё... Чё? А как? Ну вот люди. Я вижу. Вот этот что ли? А ты мне скажи, где ты, блядь? Я просто, блядь, напал на какое-то, блядь, место, где вообще его нету. О, мы пришли сюда, где у меня бойня. О чём мне с тобой надо делать? Взорвить его. Всё. Всё. А больше у меня нет, да? Так, у меня что, один в больнице лежит? Нет, всё тут. Влечивать надо срочно, кому-то плохо. Будешь сотрудничать? Нет! Я ранен! Расплетите его! Я ранен! Как теперь? Запоётись! Ну что, мы отбили? Он вооружён! Бежим! Не бейте. Так, я так понимаю, нужно нового чувака... Мне нужен хороший боец. Надежный, крепкий парень. Ты такой? Люди говорят о тебе, Доминик. Я хочу работать с тобой. Что умеешь? Про медиков редко кто думает. Пока пулю не поймает. А у меня было много довольных клиентов. Серьезно? Ты зовешь меня? Как там говорят в реальном мире? Ты принят. Так, ну и все. У меня два медика. Блядь, они похожи нахуй. Вот, короче, новых не буду. Новые чуваки не будут. Пускай они будут такие. Под желанием вообще можно всех прокачать, да? Чтобы все крутые были. Ну ладно. Так, охрана. А вдруг они сюда опять будут бить? Тоже как бы, блядь. Ладно, короче, херачим по гранадосу, по его развлечениям для взрослых. И, короче, две-три херни. И захватываем, соответственно, чё это. Стрикс. Вот эта территория будет вся подо мной. Я жёстко их всех подвину. Мне только интересно, а вот... Что у меня находится в Нью-Йорке? В Нью-Йорке у меня пока что тихо. Только одну территорию у меня отжали, и всё. Так, он на страже стоит. Но там охрана мало, поэтому он там будет стоять так, сам по себе. Всё. У меня денег ноль, блядь. А как так у меня денег ноль? Не успел, блядь, освоиться в этом. Во Флориде уже бомзом стал. Ху-у-у, с ним ладно. Уже иду. Не знаю. Давай, шеф, посмотрим, на что способна эта тачка. Так, едем сюда. Успокойствие своё время. Надеюсь, у заданий, которые я взял, нету срока давности. А то они, блядь, срок сроком, а потом хуяксу-хуяксу всё. Чё сказал, блядь, сам не помню чё сказал. Доминик, не дай им уйти! Короче. Сейчас идём сюда, херачим здесь всех. Вот это мне нужно, блядь, здесь вырезать. Просто ну, нахуй. Так, короче, мы зал один... Ой, зал. Большое помещение. Себе отжали. Игровой бизнес, или там чё там, взрослые всякие штучки. Теперь идём на строительство. У нас, короче, одного чувака в больницу положили. И... Медика. И простого медика. И... Отжали бизнес. Я не очень. Я уже сказал. Короче, всё херово. Нужно сделать так, чтобы всё было отменно. Ломай! Потерпи. Остался последний тумблер. Какой тумблер, блядь. Ты там... Щелчки и считаешь. Там один всего тумблера был. Ты прикрываешь меня. Такие дела. Так, а таких только троих своих прокачают до максимума, и всё, думаю, нахер надо запариться. Кто выпустил зверей из клеток? Бесконечно, блядь, гриндить деньги, блядь. Тоже смысла не вижу. Нахер надо. Бесконечно я дрочилово, блядь, в этой игре. Бесконечно. Встал я, это ты бегать. Помочь вам, не помочь вам. Так, раз, два, три, штура, пять, шесть, семь, восемь, девять челиков у нас. За мной! Я взял её на тест-драйв. Я так иду, блядь, на строительство, как будто бы, это, заключать мирный договор, нахуй. Сейчас мы всё решаем, нахуй. Потом захожу, мирного решения не будет, и всё. Так, что вы здесь делаете? Эх! Ох! Так, херачили. А куда идти-то, ёпт? Бежим! Он вооружён! Так, подожди, а вот это что у нас, поджёг или взрыв? Это взрыв. Полиция! Короче, нужно это место захватить, а потом взорвать его. Вообще, солидно. Бля, я теперь не знаю, куда идти. А, наверх, всё. Долбаящик. Ты NPC, брат, ты никак не скажешь, как надо это сделать. Хотя, если ты сказал Капо, то я уже прислушаюсь, потому что Капо это, типа, уже такой нормальный тип. Короче, нужно побежать туда. Вот туда войти, короче, и там вот надо идти. Это сделано для того, чтобы... Друг меня будет против, а потом... Типа, чтобы не одеть рубить. Это и упрощает игру, конечно, на самом деле. Игра даёт выбор. Хочешь так, хочешь так. Шесть человек, да, осталось? Шесть бойцов осталось. А! Кто стреляет? Кто, блядь? Нихуясь там, по-моему, стреляет. Шоколад, ничего, он 50 цент. Шоколад, выше, снайпер. Он все еще там. А, вот и в ком. Брось! Дай мне знать. Берегись! Я боюсь! Поднимите меня! Берись! Теперь это моя территория. Если хочешь делать деньги, будешь иметь дело со мной. Понял? Господи, я тебя понял. Бизнес твой, ладно? Мне кажется, ребята, которые это озвучивали, они сами пережили 90-х в России, думают, блядь. Что я озвучил в свою жизнь? Вот печально, на самом деле. А вот теперь самое смешное и забавное. Мне сейчас нужно это место расхуярить. Потому что мне за это дадут что-то. Не помню, что у меня. А, смешно. Теперь нам нужно защитить новый бизнес. Вот ты охуеешь, когда узнаешь, что у меня в этом бизнесе сделали. Да. Нас атакуют. Хотят вернуть свою территорию. Так, если граната, значит они атакуют меня здесь. Ахуй мы что сделаем. Тут только если капа отправлять. Ну, а он мне помогает. Хотя, вот, медик у меня был. Ну, он, блядь, тоже. Где-то в жопе в самой. Взрывай! Здесь отличное место для бомбы. Да, да, да. Все, взрывай быстрее. Причем, блядь, пока расскажет. Какое, блядь, живописное место, чтобы взорвать. На закате, на расстоянии. Теперь чего? Все. Куда идем? Будет им урок! Новая услуга. Она там стольких людей расхуярила, блядь. Не из-за меня сдохнула. Это пиздец. Блядь, ты заебал, граната. Сты, блядь, на все мои территории нападаешь. Я вообще практически не тронул, блядь, тебя там, по-моему. Да? А, нет. Тронул, значит. Желтые, это же розата, да? Желтые? А, желтые, это гранаты, скажем, да. Ну, значит, да. Значит, по заслугам. Ну, это не значит, что я, блядь, буду смотреть. Я сейчас этих расхуярю, этих расхуярю и все, блядь. Ну, тут проституция, блядь. Я не хочу это, блядь, показывать, нахуй, чтобы потом вырезать, нахуй. Сейчас я сразу это, блядь, вырежу, нахуй, все. Субтитры создавал DimaTorzok